Добрый вечер, в эфире Вести Ульяновского региона, в студии Антон Никитин. Смотрите выпуски. День памяти, день скорби. В Ульяновске почтили память жертв самой кровопролитной войны в истории страны. Показали себя с лучшей стороны. В областном центре отметили День поля. С достижением ульяновских аграрьев познакомилась наша съемочная группа. 22 июня 1941 года голос Юрия Левитана изменил судьбы миллионов людей. О немецком вторжении по радио услышала вся страна. Сегодня в это же самое время на площади 30-летия Победы прошел митинг-реквием в память о погибших. 22 июня. 3 часа 45 минут. В этот предрассветный час 74 года назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Спокойная летняя ночь 1941-го завершилась раньше, чем наступил рассвет. Началась война, жертв которой и принято вспоминать 22 июня. Ульяновцы, услышав новость о нападении фашистов, отказывались в нее верить. Слишком шокирующей и неправдоподобной она была. Мария Пастухова о войне, как и все, узнала утром. Загудела радио. В июне 1941-го на фронт проводила трех своих братьев. А уже в декабре пришла повестка о том, что один из них погиб. Собрав подруг комсомолок, девушка пошла в военкомат. Марии было тогда 17. Чтобы забрали на войну, она прибавила себе год. Вспоминать, конечно, трудно. Все трудно, конечно. Мама плачет, мама упала. Папанька поднимает ее. У нас вот выйдет на крыльцо и привапливает. А 15 декабря прислали живу. 41-го года повестка. Брат погиб. Для возложения цветов к обелиску 30-летия победы пришли не только ветераны той страшной войны, но и участники локальных вооруженных конфликтов. Истории забывать нельзя. Кто забывает истории, тот будет уже на своем примере, на своих ошибках дальше продолжать свою жизнь. А мы, воспитанники своих героев, чтим память сегодня своих дедов и отцов своим примером, своим присутствием на вечном огне города Ульяновска. Но чтобы почтить память всех, не хватит ни цветов, ни свечей, ни времени. Вот и сегодня не успели затемно. Еще бы, ведь эта ночь, как и та, 74 года назад, была самой короткой в году. Когда мы здесь собираемся, мы стараемся в эти небольшие минуты, общаясь с ветеранами, их поддержать, сказать о том, что мы помним, мы хорошо знаем историю. И мы все сделаем для того, чтобы вот эти знаменитые слова «Никто не забыто, ничто не забыто» действительно передавались из поколения в поколение. В таких вот мероприятиях проходит незримая передача. Передача эстафет, передача памяти и славы или скорби, которые есть в нашем народе, у наших поколений. Дай Бог, чтобы так было всегда. Зажглись свечи не только у обелиска славы. Во всех русских православных храмах сегодня прошли панихиды, попавшим на полях сражений воинам. Всего на фронтах той войны сражались 230 тысяч ульяновцев. Половина из них погибли, защищая Родину. Мария Пугачева, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. И к другим новостям. В нашем регионе появится текстильный индустриальный парк. Договоренность о его создании достигнута между правительством Ульяновской области и холдингом «Русь». Уже подписано соответствующее соглашение. Свидетелем события была наша съемочная группа. Сегодня, несмотря на сложные экономические условия, фирма «Русь» развивается успешно. Ульяновское предприятие выпускает высококачественную трикотажную продукцию. Налажен сбыт товаров в другие регионы, ведется сотрудничество с крупными федеральными сетями. В настоящее время на территории фабрики расположено порядка 25 организаций. Самые крупные из них – БТК-групп, производящие одежду военного назначения. У нас есть еще возможности по увеличению объемов выпуска трикотажного полотна. Мы готовы принять дополнительных инвесторов на свою площадку. Но уже в рамках нового статуса индустриального парка на площадке «Заофирма Русь». Для нас это дальнейшее развитие нашего имущественного комплекса и более эффективное использование мощностей, площадей, рабочей силы. Создание текстильного индустриального парка – новое направление в реализациях государственной политики в сфере развития легкой промышленности, говорит заместитель главы региона Михаил Сычев. На данном этапе реализации проекта планируется, что будет оказана государственная поддержка. На сегодняшний день рассматриваем те же самые преференции, которые распространяются на все индустриальные парки подобного рода. То есть это и налоговые преференции, связанные с налогом на прибыль, налог на имущество и, соответственно, транспортный налог. Губернатор Сергей Морозов и руководство фабрики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития текстильной и легкой промышленности. По поручению главы региона подготовлен план реализации проекта. В условиях увеличения стоимости иностранных товаров крупные торговые компании проявляют интерес к продукции российского производства. С учетом тех перспектив, о которых вы рассказали, с учетом возможности здесь создать у нас в рамках программы импортозамещение такой уникальный индустриальный парк. В конце концов, это даст нам действительно очень много возможностей, чтобы трудоустроить милых женщин. По информации специалистов профильного ведомства, на данный момент 40% от общей площади компании занимают производители детской продукции. Но уже в ближайшее время группа компаний фирмы «Русь» планирует нарастить объемы производства. Елена Красильникова, Мария Пугачева, Борис Шевалдов, Вести, Ульяновск. В регионе отметили День поля. Впервые он прошел не в районных областях, а в самом Ульяновске. Выставка сельскохозяйственной техники, достижения аграриев и награждения тружеников отрасли. Об этом Елена Красильникова. Пока супруг рассказывает нашей съемочной группе о потомственном увлечении, пчеловодстве, о том, как важно соблюдать технологию и любить свое дело, у жены Георгия Беркутова сладкая торговля. На прилавке сразу несколько сортов меда – медовуха, настойки, мази, а по соседству столик с традиционными русскими угощениями – блины и пироги. Тут же дымится самовар. Гостей кузовчане зазывают не только вкусными продуктами и низкими ценами, но и возможностью передохнуть за чашечкой чая. У меня и отец занимался пчелами, и дед, и прадед, ну сколько я помню, все занимались пчелами. Ну я как научился ходить за двух лет все время на пасеке. Кроме медовых угощений, Кузоватовский район представил молочную продукцию. На дне поля каждый район показал себя с лучшей стороны. Меликес, житница региона и Муловка традиционно баловали гостей хлебобулочными изысками. Барыш привез экспозицию чучел. Николаевка встречала гостей и мастерской зодчих. На празднике, объединившем всех аграриев региона, смогли покрасоваться и их помощники – буренки и пернатые. Мы целенаправленно пришли, нас пригласил товарищ здесь, у нас есть чердак Линского района. Мы вот с удовольствием сюда пришли и смотрим. Тебе нравится сева здесь? Да. Вместе с ними представили на дне поля и железных помощников аграриев – сельхозтехнику. Впервые праздник, посвященный окончанию пассивных работ, прошел в самом Ульяновске. Министр говорит об успехах. План сева в этом году перевыполнен на 2%. Больше посеяно картофеля – гречехи подсолнечника. В этом году немного увеличили прошлогоднюю площадь, которая у нас занята подсельскохозяйственными культурами. Единственное, что сейчас омрачает – это те погодные условия, которые установились. Это жара без осадков на Дульянской области. Но все-таки мы надеемся, что в ближайшие дни ситуация с влагой поправится. Тем более губернатор сегодня заказал молебен, он попросил Феофана, для того, чтобы к крестьянам пришли дожди. И не зря мы здесь выбрали площадку, опять же, около мечети, чтобы уже ко всем Всевышним можно было обратиться. Кроме песен и танцев, народных гуляний и традиционных развлечений на дне поля награждали благодарственными письмами, званиями «Заслуженный сельскохозяйственный работник» и грантами. Всего их раздали 12 по 1,5 и 4 миллиона рублей. Гуляние продолжатся. Впереди 7 и 8 июля в Нижнем Новгороде Приволжский день поля. Делегация ульяновских аграриев такое событие точно не пропустит. Елена Красильникова, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а вот что вас ждет сразу после нее. Местные инициативы получат финансовую поддержку. О перспективах культуры населия расскажем в продолжении выпуска. В Ульяновске отметили Акатуй. С народным творчеством и национальной кухней познакомилась наша съемочная группа. Дворовый спорт для жителей Олимпийского города. Ульяновский донстарт турниру по мини-футболу. В правительстве области заявляют, что готовы поддержать финансово любую идею по развитию районов, но только в том случае, если эти идеи будут исходить от самих жителей. Недавно объявили о программе поддержки так называемых местных инициатив граждан. И танцевальный зал уже начали делать, там проводку сделали, полы делают, плиточкой выкладываем полы. И потом будем делать косметический ремонт, то есть будем белить, красить и еще двери будем вставлять там таким образом. Полностью пластиковые окна везде, как все остальное. Ну, на пластиковые окна потом посмотрим. Глава местного управления по делам культуры Юлия Ермохина рассказывает, каким по проекту станет клуб в ближайшее время. Небольшое здание сегодня, по сути, штаб-квартира сразу двух народных коллективов, одному из которых в этом году исполнится 36 лет. Сколько репетиций в неделю? Два раза в неделю, это когда рядовые дня. А если перед концертами, конечно, собираемся почти каждый день. Руководитель хора Вячеслав Кузнецов показывает, где проходили репетиции. На потертом полу родной сцены коллектив сейчас не встречается, дабы не мешать специалистам. Ремонт в Бикетовском доме культуры начали после того, как проект реконструкции приняли в Министерство финансов. Работы обойдутся в несколько миллионов. Все это часть объявленной в области программы по развитию культурной сферы. Экспонатов у нас было больше 600. Когда я поступала, сейчас у нас 1037 экспонатов. В селе Шарлова под программу финансовой поддержки попал местный клуб. От протекающей крыши долгое время страдал и концертный зал, и местный музей. Привлечь средства удалось за счет проекта по развитию района, который в Ульяновское правительство направили сами жители. Всего чиновники рассмотрели около 50 таких проектов на сумму в 54 миллиона рублей. Игорь Котов, Денис Миронов, Вести, Вишкаймский район. В Парке Победы прошел областной чувашский национальный праздник Акатуй. 26-й раз горожане и гости Ульяновска самых разных национальностей приняли участие в празднике плуга. В этом году он был приурочен к региональному году национальной памяти и славы, а также движению города Стислава родного края. Поэтому, помимо традиционных поздравлений земледельцам с окончанием сева, слова благодарности от руководства региона услышали и преподаватели чувашского языка и литературы, руководители творческих коллективов. В празднике приняли участие творческие коллективы практически из всех соседних с Ульяновской области регионов. Также жители Ульяновска смогли посетить подборий и продегустировать национальную кухню, ознакомиться с декоративно-прикладным искусством. Организацию праздника высоко оценили как жители региона, так и соседи. Здесь раскрывается моя душа. Я чувствую, что мне все тут родное и близкое. Я очень рада, что этот праздник проходит ежегодно. Я не первый год принимаю участие на празднике в городе Ульянска, Ульянской области. Действительно, та работа, которая сегодня ведется правительством Ульянской области, мы считаем, она достаточно сегодня направлена на взаимопонимание, на сотрудничество и всех народов, которые действительно более 120 народов проживают в Ульянской области. Тем временем в Кузоватовском районе в селе Кивась прошел мордовский национальный праздник «Мастеровань морот». В этом году фестиваль мордовского фольклора приобрел всероссийский статус. В Ульяновскую область ехали представители десятков регионов страны. Всего гостями праздника стали более 5000 человек. По традиции, изюмок и фестиваль становится какой-либо обряд из жизни мордовского народа. Если в прошлом году зрители стали участниками настоящей свадьбы, то на этот раз они увидели сватовство. Сразу три пары оказались в центре происходящих событий. Предложение поучаствовать в обряде, по словам женихов, приняли с удовольствием. Это запоминаем на всю жизнь. Потом будем смотреть те же самые фотографии. Говорят, если свадьбы проходят такие многолюдные, и пару потом они более сдержанные, потому что все это видели, потому что они уже вдвоем. И то есть тут опять так же много народу видит то, что мы будем вдвоем. Для гостей фестиваля работали творческие площадки. Музыкальная, мастеров резьбы по дереву, богатырские состязания. Официально мастеровань Мород празднуется на Ульяновской земле седьмой раз, но традициям намного больше лет. Я в этом году посетил очень много праздников в разных регионах, в разных местах. И могу сказать, что Ульяновская область отличается тем, что здесь власть видит и слышит. И реагирует на те инициативы, которые идут от народа. Это очень ценно. Это нужно показывать, рассказывать и показывать другим регионам. Еще одним радостным событием стало вручение грантов самым активным людям района. Средства, выделенные правительством региона, пойдут на решение социальных проблем. Будь то ремонт дома культуры или приобретение оборудования для детской площадки. Молодежному спорту максимум внимания. В рамках проекта «Жители Олимпийского города» в Ульяновске стартовал турнир по мини-футболу. Занятия по подготовке команд и сами соревнования будут проходить в течение всего лета. И по окончанию турнира будет определена сильнейшая команда. Главное, по словам организаторов, привлечь как можно больше детей к здоровому образу жизни и занятиям спортом. Привлечь детей для занятия футбола, ну вообще спортом, чтобы они в летний период занимались, не болтались, оторвать их от улицы, ну и чем-то занять. Очень много желающих. Вот сегодня мы видим, идет игра, и это будет проходить на протяжении всего лета. Первыми на футбольном поле встретились дворовые команды «Звезда» и «Грация». Несмотря на жару, игра шла активно и на равных. Ребята с радостью откликнулись на предложение поиграть. Занимаюсь я давно, и играть в футбол мне очень нравится. Нравится, а участвуем, как предложишь, появится возможность, и участвуем с удовольствием. Спортивные соревнования по разным видам спорта будут проводиться на 30 площадках во всех районах Ульяновска. Занятия с жителем проводит инструктор городского центра «Симберцит» по общедоступным видам дворового спорта. По футболу, пионерболу, баскетболу, бадминтону, теннису и спортивному ориентированию. Напомню, проект «Жители Олимпийского города» реализуется в Ульяновске с 2010 года и направлен на развитие дворового любительского спорта, организацию спортивного досуга горожан и популяризацию здорового образа жизни. Далее о погоде. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается кратковременный дождь с местами сильной грозы. В отдельных районах – град. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью по области от 18 до 23 градусов. В Ульяновске – 19-21. Завтра днем по области 30-35 градусов, по юго-востоку области до 38. В Ульяновске – от 30 до 32. В лесах в большинстве районов области – 4-й класс пожарной опасности. По юго-востоку и востоку области – местами 5-й класс пожарной опасности. На этом у нас все новости к этому часу. И я желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok